Друзья, привет всем! С вами Ирокис и как вы думаете, сколько максимально фрагов набивал чемпион мира в PUBG Mobile? Можете прямо сейчас поставить видео на паузу и попытаться угадать в комментариях, но поверьте, вы будете очень сильно удивлены. Так что, друзья, уж точно будет интересно, поэтому располагайтесь поудобней, приготовьте вкусняшки. Просто напоминаю, что этому видео можно поставить лайк, тогда, дружище, ты меня сильно поддержишь. Ну и если вдруг ты все еще не подписан на канал, самое время это сделать. Мне совсем немного осталось, до 400 тысяч подписчиков, и только с тобой, дружище, я смогу добить эту цифру. А мы погнали! Ну а в создании этого ролика мне помогли мои друзья из компании OneX. На их сайте большая линия на спорт и киберспорт, и при этом очень сочные коэффициенты. Если вы смотрите турниры по CSGO или футбольные матчи, то можете подогреть интерес к просмотру вместе с OneX. Ну а промокод Rokest даст вам до 6500 рублей бонусом при первом депозите, так что ссылочка на сайт и промокод в описании. Всем удачи и спасибо! Перед вами, друзья, мы игрок команды Nova, Парабой, и именно его команда на последнем чемпионате стали топ-1 и, ну естественно, стали победителями, чемпионами мира. Поэтому парень заслуженно может считаться лучшим игроком вселенной, галактики, ну и в принципе всего PUBG Mobile. И давайте же посмотрим его катки с максимальным количеством убийств. То есть некоторые такие рекорды. Здесь единственное, что нужно отметить, что играет он не совсем на обычных званиях. То есть здесь всегда, я не совсем понимаю, может быть в китайском, вот клиенте на китайских серверах, тут чуваки вообще супер жестко потные. Или все-таки у него звание соответствующее. Но тем не менее, каждый раз, когда я смотрел его игры, я отмечал, что тут соперники совершенно другие. То есть это не то, что мы привыкли видеть в каких-то рекордных катках, где просто боты. Нет, тут реально челы, вы сами все увидите. Во-первых, стреляют. Обратите как, Парабой уже практически снесли моментально. Во-вторых, особенно под лейт, под какие-то финальные разыгровки, там летит огромнейшее количество гранат, смоков. Все вот стараются сделать максимально жестко тактически. Игры идут чуть ли не до последнего круга, чуть ли не до звезды. Короче, очень потно, очень жестко. Но сами сейчас все увидите. Пока что стандартные плюс-минус починки. Парабой играет аж с тремя тиммейтами. То есть получается целый собранный скват. Не знаю, его ли это тиммейты основные из команды или же просто какие-то рандомы. Здесь непонятно. Ну и по его какому-то языку я вряд ли могу это понять. Но, тем не менее, и так сойдет. Здесь нокнул-добил первого соперника. Это всего лишь один фраг. Начало, можно сказать, положено. Но, согласитесь, пока что очень и очень мало. Тут дается моментальная инфа. Рашат все вместе, выходят на какие-то кроссфайры. Попытаются как-то вот выбить человека из второго этажа. Прокидывают молотовы. Еще какие-то гранатки. Парабой себе нашел еще чуть больше амуниции. Там тиммейт разобрался с каким-то парнем, у которого много иероглифов. В ники, как коршуны все налетели. Хавать-хавать. Там, кстати, была СЛР. А парабой ее не взял. Этот парень сейчас периодически играет с ДМР-винтовками. Пробует какую-то такую движню. Ну и здесь мы видим, что идет склеечка. У него уже 4 фрага. Интересно, почему он нам это не показал. Может быть, он как босс-сенпай. Склеивает катки. Кстати, обратите внимание. Лого сервера-то у него нет. У него там находится камера. Глянь, как он жестко прокрутился, пытаясь заспреять чуваков. И как же дико он их выносит. 8 фрагов сразу же получает благодаря этому вот транспорту. Благодаря пацанам, которые пытались проехаться мимо. И, ну, не получилось у них, естественно, этого сделать. Далее катаются просто по карте. Ищут соперников. Не получается никого найти. Заехали даже в красную зону. Сам парабой чекает, смотрит, говорит. А, слушайте, я тут немножечко прогуляюсь. Вы не против? Я здесь посмотрю мостик. Может быть, бомбы на меня какие-то сбросятся. Но я не боюсь. Мне хорошо. Мне по кайфу. Спрятался за деревом. Сидит, отдыхает. Смотрит по сторонам. Похоже, что здесь ранее была какая-то стрельба. Нет, просто решили занять маяк. И сюда опять же заезжают соперники. Идет встречный нок. То есть чуваки прямо из тачки выносят одного из тиммейтов парабоя. Он тут же выносит этого чувака и добивает предыдущего. Здесь хорошо прокидываются гранаты. Уже два нока, три парабоя остается в соло. Огромнейшие проблемы у него. Вынужден как-то выносить соперников, которых неизвестно, сколько осталось. Нокает еще одного. Здесь пока что, естественно, нельзя пытаться поднять своих тиммейтов, раз рядом находятся враги. Так что вот он пытается здесь максимально на префайерах забрать чела. Выйти как-то, обмануть еще что-то сделать. Сам первый не выходит. Обратите внимание. Может быть, здесь даже больше одного соперника. Нет. Все. Раз на раз остался. Понял, что чувака продамажил сильнее. Поосознал свое преимущество по ХП. Выбежал и забрал каждого. Обратите, кстати, внимание. Все игроки сейчас будут им подняты. Единственное, что вот зеленого нужно было поднимать раньше. Здесь идет стрельба. Ой-ой-ой. Какие же проблемы у парабоя. По нему накидывают. Ну что же. Зеленый остается мертвым. Ничего тут не поделаешь. А потому что смоки нужно было прокидывать. Да, интересно, почему он решил этого не делать. Но, тем не менее, сейчас будет мстить за своего друга, за своего братишку. Скажет, ну ты что, зачем ты не дал его мне поднять? Соперник негодяйский. О, третья шапочка. Приятный такой момент. Но здесь не может найти свой любимый ДП-28, с которым он накидывает как раз-таки на дальнюю дистанцию. Может быть, именно поэтому его так дико нагревают. Гляньте, даже в тачку сел для того, чтобы спрятаться. И насколько же, опять же, обращу ваше внимание, соперники отличаются. Потому что тут их даже не видно. Дистанция просто бешенейшая. А парабой уже два раза практически полностью откис. Два сопер... Ой, 10 фрагов у него уже имеется. Здесь еще кто-то из тиммейтов забирает врага. Имеется открытый ног. То есть, инициатива теперь за сквадом парабоя. Дается информация вот эта вот скала. Но никого пока что не видно. Будут дальше, я так понимаю, здесь отыгрывать на маяке. Прятаться. Здесь парабой замечает врага. Пытается накидать с М16. Вот опять же, хороший вопрос. Ну, может, просто не нашел. Но нахрена тебе нужна М16, когда есть шикарнейшая мини-14 или тем более СЛР? То есть, если ты уже собираешься именно тапать, именно стрелять по пульке, то зачем вот эта вот шляпная пушка, которая во всем проигрывает ДМРкам? Хороший вопрос. На него ответа я пока что не знаю. Ну, единственный вариант, что парабой просто не нашел ничего более путевого. И приходится играть с вот этим вот недоганом. Здесь добирает еще одного игрока. Это 11 фраг. Все хорошо. Нокнул. Доел. Пацаны не смогли его как раз поднять. И он говорит, ну че, сука, а? Как тебе такое? Вот так вот. Не дал мне друга поднять. Теперь вы тоже своего друга потеряли. А так бы были все вместе. Были бы счастливыми молодцами. 8Х прицел. Опять же, снайперская винтовка у соперника. Так что не меняет себе второе оружие. И будут закрывать мост. Интересно, насколько жестко эти пацаны будут принимать челов, которые будут ехать. И будет ли вообще кто-то двигаться. Кстати, в ПК-пабге очень интересные изменения готовят разработчики. Мостам сделают дополнительные такие секции по бокам. В виде просто лесенок, коридорчиков. И проехать сквозь них нельзя будет на автомобиле. А пробежать можно. Очень прикольная тема, что можно будет действительно именно перестреливаться здесь. И мост не так тяжело будет преодолеть. Крутая тема. Очень интересная в задумке. Посмотрим, когда реализуют. Ну и понятное дело, что все, что имеется в ПК-пабге, постепенно перерастает в мобайл. Так что тоже ждите через год, наверное. Или, ну не знаю, насколько там все это быстро делают разработчики. Но тем не менее, ждите, что тоже когда-нибудь мосты станут вот такими с дополнительными секциями. И можно будет сквозь них еще бегать. И не бояться за свою жизнь. А наоборот, давать достойный отпор чувакам, которые уже проехали и контролируют тебя. Тем временем, тиммейт загулял. Его тут же нокают. Парабой вынужден как-то прятаться. Инфа опять же имеется. Тут он сейчас максимально сосредоточен. Обратите внимание, насколько близко он подлазит к экрану. Прямо в лицо его буквально сует. Сейчас носом еще начнет на кнопки нажимать. Тем временем, отличнейшая стрельба. Нокает первого игрока с М416. И калиматора настолько просто, настолько непринужденно. Не промахиваясь ни одной пулькой. Тем временем, чекает чуваков. Пока что никого не видно, незаметно. Типы просто не знают, как им и куда выходить. Нокает еще одного. Добивает предыдущего гранаткой. Все, парабой вошел в кураж. Добивает еще одного. Это 13 фраг. Тем временем, тиммейты еще и подъехали на тачке. Предыдущего уже давным-давно подняли, разресали. Но, тем не менее, он же здесь добивал игроков. То есть, вполне вероятно, что может еще кто-то находиться. Но, видимо, нет. Может быть, я не заметил, как тиммейты кого-то забрали. А может быть, просто чуваки уже. Ну, последний тип испугался. Наделал, навалил штаны. И вынужден просто был убежать. Мы видим, что машина подъехала к мосту. Ее ранее здесь не было. Парабой пока что не палит свое местоположение. Просто дал информацию тиммейтам. Говорит, вот там вот стоит какой-то чел. Они говорят, хорошо, мы запомнили, окей. Будем его также аккуратненько контролировать, смотреть, где что. Но пока никого и нигде и никак не видно. Парабой все еще держит. Вот он, он запертый вот этот вот чел. И отличнейшая стрельба. Но нет, тиммейт оказался раньше. Сэм-24 нокает этого паренька. Но даже если бы и не нокнул, то там очень круто залетело бы с ДПшки. Обратите внимание, тут же прокидывает целую завесу, целую стену смоков. Для того, чтобы нормально преодолеть дистанцию. Для того, чтобы запушить этих челов. А в сопернике, в свою очередь, тоже гляньте, насколько огромнейшее количество смоков бросают. Тоже вот полностью задымили весь мост. Парабой вынужден прокидывать гранатку. Но и здесь сейчас не знает, как правильно выйти. Смок покидать лучше не стоит. Да, здесь в ответ летят хаешки. Воу, просто синхронная и идеально зеркальная ситуация, которую мы сейчас можем наблюдать. То есть враги делают абсолютно то же самое, что делает чемпион мира, дорогие мои друзья. Здесь пролазит под перилами. Кстати, прикольно, что в мобайле можно так сделать. Это вот интересная такая фишечка. Никогда бы не подумал. Летят гранаты в эту сторону. Соперники пытаются разрезаться. Не знают, куда вы ходите. Просто в коробе грузовика. Да, пацаны пытались спрятаться, но не получилось этого, естественно, сделать. И парабой в соло раскатывает обоих. Но обратите внимание, друзья мои, насколько старались соперники, насколько они пытались выжить. И как много они всего сделали для того, чтобы не сдохнуть. Это как раз таки и является скиллом в пабге. То, насколько вы большое количество вещей предпринимаете. Тут дается инфа, что имеются соперники. Тут же вываливается вся команда парабоя. Он разогревает гранатку. Можно прокинуть как же долго в мобайле. Гранаты 7 секунд. Это просто нереально. Тем временем кого-то из тиммейтов нокаут. Сейчас парабой выходит раз на раз. Сам тоже не смог вывести эту войну. Но и нужно, чтобы тиммейт под номером 2, какой-то Куан, мог поднять парабой. Ду Смаки наконец-таки. Да, он научен предыдущим опытом. Здесь вроде разобрался с соперниками, вроде раскидал. И теперь сам вынужден поднимать своего тимлидера. Ну и здесь нет. Соперники тоже, кстати, разрезываются. Парабой прячется в Смок. И имеется у него несколько секунд для того, чтобы подхилиться. Все, сейчас малая аптека естся. И он снова готов к войне. Гранатка будет. Самое время, мне кажется, разогреть какую-то хаешечку. Опять обратите внимание, какое большое количество Смаков. И это все Смаки соперников. Здесь парабой пытается пропушить их. Летят гранатки. Летят молотовые. Здесь даже кого-то что-то нокнул. А нет, с грозы тиммейт разобрал. Ладно, а то я уже подумал, что он просто в Смок проспреил. И действительно забрал одного или нескольких соперников. Но тут пока что количество фрагов не изменилось. Все еще 16. Опять же, сквад что-то накидывает. Очень больно. Парабой вынужден прятаться за Смаками. Благо, соперники их раскидали. Немалое количество. Но здесь как же тяжело отыгрывать. Особенно гляньте, в лете соперники активизируются. Целый сквад наваливал. Парабой был на грани смерти. И просто потому, что хорошо размансил. Хорошо успел убежать. Он все-таки докатал и не сдох. Здесь пока что 16 фрагов. Кстати, для рекорда, согласитесь. Но сколько он еще здесь максимум может добить? Еще 6, да? То есть, 22 убийства. Но никого особо сильно этим не удивишь. Но посмотрите, насколько сложные соперники. Как они стараются. И как они максимально вообще предпринимают вещи для того, чтобы не дохнуть. Тем не менее, кстати, тиммейт тоже разбирает неплохо. То есть, вот этот Куан. Он работает. Здесь парабой добирает сольника. 17 убийство имеется. Тут мы видели, что был когда-то сквад. Поэтому очень аккуратно он всех чекает. Опять же, соперник тоже, гляньте, прокидывал. Смоки пытался пробежать. То есть, не просто как ботинок выбежал и слился. Это совершенно не тот уровень. Парабой думает, может его подлутать. Но нет. Решает, что не стоит выбегать на этот опен. Или же все-таки стоит. Или же пойдешь. Пойдет. Действительно, гранатки, я думаю, какие-то возьмет. Да, вот как раз взял хаешку. Взял смачки. Все правильно. Все максимально круто. Потому что, ну а зачем тебе другая амуниция? Здесь, как мы видим, гранат они кидают просто огромное количество. Я так понимаю, что остались они 2 в 4. Если это так, то будут некоторые проблемы. Сам Парабой кидает 2 смака. Тиммейт еще прокидывает несколько. Там вот вдали мы видим, что враги начинают что-то смочить, что-то действовать. Сам Парабой берет тачку, подъезжает влево. Мы видели одного из соперников. Будет брать как раз-таки на них сейчас угол. Здесь главное самому не залиться. Тиммейт должен напрягать врагов. Сам Парабой оказывается под шквальным огнем. Прячется за камнем. Пока что, в принципе, вроде даже огрызается довольно неплохо. Но просаживают его по хп очень и очень сильно. Тиммейт тем временем рашет. Сокращает дистанцию. Типы полностью сконцентрированы на Парабое. Здесь с грозы он как раз заходит в спину. Нокает одного из игроков. Парабой достает дпшку. И начинается грязь. Но пока что еще недостаточно. Накидывает Сэмки по одному. Челу не может попасть. Нет, все-таки нокает. Отлично. Зона поджимает. Нужно самому выходить. Еще один хороший хэдшот. И третий забирает соперника. Нет, подождите. Вот сейчас забрал. И это, друзья мои, вот такой вот валидольный топ-1. 20 фрагов. И вы скажете, это типа все? Да, друзья мои. Это рекордное количество убийств от Парабоя. Ну, здесь, если мы посмотрим, еще тиммейт 10 сделал. Еще там кто-то 4. То есть на скват 34 фрага. Это довольно неплохо. Но, согласитесь, как-то не так, чтобы прям невероятно, чтобы вау. Но вот так, друзья мои, вот так играет чемпион мира. Но соперники действительно более жесткие, нежели чем мы привыкли видеть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о вот таком вот личном рекорде этого парня. Сколько у вас максимум фрагов? Я думаю, гораздо больше у многих. Ну и надеюсь, что данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее за то, что досмотрели его до конца. Как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи и, конечно же, до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok